Друзья, всем привет! С вами Константин Горбунов, и в этом коротеньком видео мы разберемся, что такое уточнение в Яндекс.Директ. И перед тем, как начать, я скажу пару слов. Во-первых, уточнения в Яндекс.Директ появились в марте 2016 года. Сейчас, на данный момент, когда я снимаю это видео, идет 31 мая 2016 года, то есть прошло уже два месяца. И я не записывал видео до этого, потому что я думал, что, возможно, что-то изменится в уточнениях, появятся какие-то дополнительные фишки, но все тщетно. Итак, давайте посмотрим, что же такое уточнение в Яндекс.Директ. Итак, для этого ходить далеко не надо, необходимо просто открыть Яндекс, вбить септики для дачи, какой-то поисковый запрос и увидеть рекламу. Самое основное внимание нас должно привлекать первое спецразмещение, то есть самое первое объявление в блоке рекламы спецразмещения, то есть перед SEO-выдачей. И если приблизить это объявление, то можно увидеть несколько дополнительных записей. Astra-15, Eurobion 10, Rostok 5, скидки на септики, Topaz 10. В принципе, ничего нового Яндекс, конечно же, не придумал, потому что если открыть тот же Google по тому же запросу и выбрать, ну, правда, не первое объявление, потому что на первом, к сожалению, нет уточнений, есть, например, на втором уточнении в Google. То есть Яндекс просто взял, агрегировал систему, которая работает в Google и перенес в Яндекс. Правда, с небольшими изменениями. Ну и для того, чтобы полностью разобраться, давайте прочитаем для начала справку. Итак, уточнение – это короткие тексты, в которые вы можете описать свои преимущества или особенности. В принципе, опять же, ничего нового не появилось, просто дополнительный текст, который увеличивает ширину объявления или толщину. Очень важный момент отличия Яндекс.Директ уточнений и Google уточнений в объявлениях Google AdWords или Яндекс.Директа в том, что уточнение в объявлениях показывается только в первом спецразмещении на поиске Яндекса и только на ПК. То есть в Google, например, уточнение тоже работает только на ПК, но они могут показываться не только в первом месте, например, во втором, третьем и ниже. Они только не показываются в правой колонке, ну, которая здесь и нет. А в Яндексе они показываются только в одном объявлении, то есть только в одном месте. По факту уточнение, как подсказывает нам справка Яндекса, нужна для того, чтобы перечислить дополнительные преимущества или написать туда просто дополнительный текст, который больше привлекает внимание посетителя поисковой страницы Яндекса. Ну, в принципе, так и есть. И в нем можно писать, в принципе, довольно безболезненно. И самое интересное, что по последним данным, последние два месяца Яндекс.Модерация, то есть модерация Яндекс.Директа, не сильно их проверяет. То есть туда можно писать практически все. Главное, чтобы она прошла автоматическую модерацию. Дальше нам справка рассказывает, что она увеличивает CTR объявлений на 3%. Это возможно. То есть если у вас было 3% CTR, то стало 0,03% CTR. Также, если вы не заметите сильные разницы при уточнениях или изменении уточнений, или вообще есть они или нет в первом месте, то не бойтесь, потому что, в принципе, любое объявление на первой позиции, оно самое кликабельное. И вне зависимости от того, есть у него уточнения или их нет. И дальше в справке Яндекса рассказывается, как добавить уточнения с помощью интерфейса Яндекса. Но мы, естественно, пойдем дальше. Мы не будем использовать интерфейс Яндекса. Мы будем использовать, естественно, Директ Коммандер, который не так давно обновился, и в нем появилась возможность исправления уточнений. Сразу хочу заметить, что есть одна проблема в уточнениях. Если вы захотите их исправить с помощью, например, Excel, это сделать нельзя. То есть, на данный момент, 31 число, 31 мая 2016 года, сейчас уточнение в Excel не переносится, ни под каким соусом, ни из Директ Коммандера, и, естественно, из интерфейса Директа тоже. Итак, для того, чтобы понять уточнение, напомню, нам нужна какая-нибудь рекламная кампания только на поиске, потому что RSI нам не подходит. Мы берем рекламную кампанию, давайте возьмем BUNNY для интереса. Возьмем группы объявлений даже на поиске. Можно взять сразу все группы объявлений, потому что нам все равно нужно будет делать уточнение на все объявления и выбрать какое-нибудь объявление. Если вы не пользовались Директ Коммандером, обязательно воспользуйтесь этим чудесным инструментом бесплатным от Яндекса. А тех, у кого сейчас Директ Коммандер будет отличаться от моего, очень большая просьба, просто обновитесь. То есть, скорее всего, у вас нету, например, некоторых кнопок просто из-за того, что у вас старая версия Директ Коммандера. И иногда она тупит и, естественно, не хочет обновляться автоматически. Теперь нам необходимо использовать третий блок, в котором есть объявления. И нам необходимо пролистать вправо. Мы листаем вправо до того момента, пока мы не увидим поле уточнения. При нажатии двойном на уточнениях появляется уточнение. Вот некоторые уточнения уже на рекламную кампанию по колодцам я уже добавлял. И здесь есть несколько правил. Ну, во-первых, уточнение полностью используется на весь ваш аккаунт. То есть, как только вы создаете одно уточнение, его можно использовать на любую рекламную кампанию, которая есть на аккаунте в Яндекс.Директе вашем. Также вы можете создать практически безграничное число этих уточнений. И самый главный вопрос, как они будут показываться, в каком виде. Давайте вернемся обратно в Яндекс.Директ и посмотрим. Во-первых, все помещаться должно в 66 символов. То есть, все ваши уточнения должны помещаться в 66 символов. То есть, если их больше, то есть, вы ставите галочку в Директ.Командере «Большее количество», то будет показываться просто какой-то определенный, будут показываться какие-то нет. Если в Гугле по уточнениям есть определенная статистика, в которой можно посмотреть, при каких определенных расширениях лучше показывается CTR-объявление, то, естественно, в Яндекс.Директе такой статистики нет. Поэтому, скорее всего, будут показываться просто первые какие-то уточнения, и последние не будут уточнения показываться. Также Яндекс рекомендует, что, в принципе, правильно, использовать максимально короткие уточнения, потому что их будет показываться много. Ну, например, в этом случае раз, два, три, четыре, пять, целых пять уточнений. Если сделать их длинные, по 25 символов, например, то получится всего лишь раз, два, ну, два и, может быть, с половинкой, да? Только два уточнения, ну, или три уточнения влезет, а здесь целых пять. Поэтому можно делать как раз коротенькие уточнения, в отличие от Google AdWords. В Google AdWords можно делать и более длинные уточнения. Кстати, даже в Google AdWords лучше делать и длинные, и короткие, чтобы они были разные, и тестировать их. В Яндексе мы будем делать только короткие. Итак, с чего начнем? Начнем с написания нашей быстрой ссылки. Я, естественно, напишу первое. Бани попробую сделать с большой буквы. Скорее всего, оно пройдет модерацию, потому что очень часто проходят именно капсом написанные слова в уточнениях. Единственное, из-за чего могут забанить, это, например, увидят ваши конкуренты и нажалуются в Яндекс. Это на данный момент. Буквально, может, через два, через три месяца это могут исправить, и там тоже будет модерация работать как следует. Дальше у нас идет строительство. Дальше я беру подсказку сразу же из Google. Буду смотреть, как у себя. Написан, например, каталог. Вставлю. Даже одну сделаю большую, одну маленькую, чтобы было разнообразие. Тысячи довольных клиентов, только уберу довольных. Просто оставлю клиентов. Собственное производство исправляю в производство. Но я предполагаю, что будут у меня показываться четыре ссылки, потому что они более длинные, нежели чем, например, здесь, в септиках. Возможно, будут показываться пять. Поэтому мы добавим еще обязательно уточнение какое-нибудь. Напишу под ключ. Сделаю только с большой буквы. И сохраняю. Ну и теперь самый главный вопрос, который должен у вас возникнуть. Как размножить все эти уточнения на все остальные объявления? Здесь все очень просто. Мы нажимаем правой кнопкой мыши на наше объявление, у которого есть уточнение. Выбираем уточнение. В принципе, то же самое, кстати, делается и с визиткой. И необходимо просто нажать, проставить уточнение во все объявления. Важный момент, что вы должны будете в группах объявлений во всех своих компаний выбрать все наши группы объявлений через Ctrl-A. Иначе вы очень долго будете проставлять свои уточнения. И все, вот они уже проставляются. И теперь можно эту рекламную кампанию отправлять на модерацию. То же самое можно сделать и для других рекламных кампаний, если у вас не одна рекламная кампания. Как исправить во всех, например, четырех, как в моем случае, рекламных кампаниях. Мы выделяем теперь просто четыре рекламных кампании. Выделяем через Ctrl-A все группы объявлений во всех четырех рекламных кампаниях. И теперь ищем те объявления, в которых мы исправляли наши уточнения, чтобы они были. Вот они есть. И нажимаем на кнопочку «Проставить уточнение во все объявления». И теперь они проставляются во все четыре рекламные кампании. Друзья, на этом все. С вами был Константин Горбунов. Если это видео действительно вам помогло, поставьте лайк. Обязательно загляните на мой YouTube-канал, пишитесь на него. И также не забывайте про группу ВКонтакте, где мы постоянно публиковываем тоже новый материал. Пока-пока!